Пенсионные пенсии Об этом в интервью Юра Ру заявил бывший глава Верховного Совета России, заведующий кафедрой мировой экономики РЭО имени Плеханова Руслан Хасбулатов. Все жалуются, что у пенсионного фонда мало источников дохода, но цены на углеводороды растут, от этого народ ничего не имеет. И если установить небольшой налог, ренту с добычей полезных ископаемых, нефть, газ, леса, руды и прочее, и целевым образом направлять его в пенсионный фонд, то фонд имел бы постоянный источник дохода, а народ косвенно стал бы собственником недр. Можно было бы повысить пенсии, предложил так Руслан Иммуранович Хасбулатов. Он добавил, что такая мера поможет отменить реформу 2018 года, повышающую пенсионный возраст. По его мнению, эта реформа вредна, так как средняя продолжительность жизни в России отстает от средней продолжительности в Европе на 10 лет. Ранее Центробанк совместно с ведущими негосударственными пенсионными фондами подготовили новую пенсионную реформу. Она должна стимулировать россиян активнее участвовать в процессе накопления будущей пенсии. Согласно новой концепции, нынешняя накопительная часть пенсий должна трансформироваться в систему негосударственного пенсионного обеспечения, которое дополнит уже существующий аналогичный механизм. Таким образом, ЦБ намерен реформировать нынешнюю систему, несмотря на провалы проектов индивидуального пенсионного капитала ИПК и гарантированного пенсионного плана. Ну что же, несомненно, Руслан Иммуранович Хасбулатов прав на все 100%. Но кто же отдаст свои недра? Мы только читаем с недоумением и понимаем, насколько увеличилось количество миллиардеров. Но ведь взрослые люди – это одно, которые добывали первый капитал, подрастают их дети, племянники, новые члены семьи, мужья, жены. Все это увеличивается как раз, и на это количество увеличиваются новые миллиардеры. Вы думаете, они заново кто-то родился и заново кто-то создает себе капиталы? Нет, друзья, это все старые миллиарды, которые начинают работать внутри их семей, семей миллиардеров. И эти миллиардеры, ну они же множатся, друзья, они же имеют детей, а дети внуков. И вот эти дети-внуки приходят тоже на обложки журнала Forbes, чтобы увеличить число миллиардеров в России. И волшебная страна Россия, которая просто штампует миллиардеров. Недр много, но кому они принадлежат? В этой связи Хасбулатов и сказал, что народ косвенно стал бы собственником недр. Можно было бы повысить пенсии, но не дать, не взять. Экономист говорит, грамотный человек, умный человек. Почему бы не прислушаться Путину Владимиру Владимировичу к речи профессионала Руслана Емрановича Хасбулатова? Я Таня Карацуба, Сиитбургхан. Руслана Емрана 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 Е